Здарова, народ! Сегодня будет небольшой рассказ о электропитании в нашей серверной. Как-то был уже ролик, но с тех пор очень много всего изменилось, много всего произошло. Ну и, в общем, сегодня также был у нас на выходных один инцидент. Про все про это я сейчас расскажу. Ну, давайте, наверное, с того, как у нас все приходит. Значит, вот там, вот там сверху через лотки у нас заходят 3 на 2,5 ВВГ-НГ кабели. Идут они вдоль лотка, в гофре, спускаются вот здесь вот вниз под стойки и под столы. Далее. Не знаю, будет ли здесь видно. В общем, есть у нас вот такой распределитель питания. На 4 устройства. Это на каждом есть вот такой вот переключатель. Не знаю, видно вам, не видно. APC-шный такой вот распределитель питания. Приходит, значит, сюда 32 А через силовую розетку. И на 4 бесперебойника. Вот у нас бесперебойники. Один бесперебойник сюда добавился. Значит, теперь у нас здесь стоит их 4 штуки по 1,5 КВА и 1 на 750 вот этот вот в середине. Значит, с бесперебойников у нас тут уходит питание. Значит, вот на этот вот 4-х тонник у него два блока питания. Один подключен, по-моему, на один бесперебойник. Второй конец подключен на другой бесперебойник. Также здесь есть вот такая вот ПДУ-уха. Вот. Это прямо вот с бесперебойникой сюда идет. И на нее подключены различные свечи. Есть еще вот такая вот ПДУ-уха. Тут различная всякая фигня, периферия какая-то. Такая мало... Малозначимая. Есть у нас вот такой вот АТСничек. Это Автоматик Трансфер Свич. Тоже APC-шный. Нагрузка на нем сейчас 3 А. Выбирает он из двух источников питания. Подключен он к разным бесперебойникам. Значит, и с этим АТСником у нас был казус. Тут у нас отключалось питание недавно. И были проблемы с зависанием его. Короче говоря, падает напряжение. Получилось так, что у нас два бесперебойника висели на одной фазе. И при переключении, в общем, что-то там глючило. Они то ли подвисали, то ли как-то что-то там, в общем, случалось. Фишка была такая, что у нас начали зависать АСы. Конкретно, значит, зависала одна АСа, вторая в перезагрузку уходила. Также, в общем, были какие-то непонятки там с Петаловым. Что мы сделаем? Ну, короче, мы просто взяли, раскидали по разным фазам один ЭБПшник. Соответственно, АТСка. Есть у нее такой глюк. В общем, у вас на разных фазах должны быть оба ЭБПшника. Иначе она начинает глючить при переключении, когда идут какие-то просадки электричества или еще чего-то. На этот, вот этот вот, вот на этот АТСник у нас завязаны в основном все маршрутизаторы, все фаерволы, все вот эти вот контроллеры Wi-Fi. Что у нас там еще, по-моему, что-то подключено. Да, вот этот вот маршрутизатор. И, кстати, не знаю, камеру, что ли, у меня варит горизонт или у меня в голове горизонт валится. По-моему, у нас вот эта вот стойка как-то стоит криво. Напишите про это обязательно в комментариях. То ли это я какой-то кривой сегодня, то ли мне так кажется. По-моему, у нас вот эта вот стойка как-то криво стоит. Не знаю. Напишите, что вы об этом думаете. Так, далее. Значит, у нас тут фальшпол. Вот. Видно, я думаю, да. Фальшпол мы сами здесь частично делали. Вот в этой части. Вот видно, где у нас старые плитки, где новые. Значит, эту часть всю мы делали сами лет, наверное, 7-8 назад. И еще с Андрюхой Масловым. Андрюха, тебе привет, если смотришь видосик. Вот. И под ним заведены все кабели. Там силовые розетки. Я сейчас туда не полезу. Силовые розетки типа вот таких вот, в общем. И там они разведены на ИБПшнике. На ИБПшнике. Да что такое у меня колбасит так стабилизатор. Короче, на ИБПшнике они разведены вот на эти. Вот они прямо из пола выходят. Заведены на этот и вот на этот. На эти же ИБПшники у нас расходятся вот такие вот ПДУхи писичные. Давайте, чтобы сразу не было вопросов. Тут где-то его есть артикул. В общем, вот такой вот номинал у него. Поставите на паузу, посмотрите в интернете, кому интересно. Такие ПДУхи у нас везде. На каждой стойке. С этой стороны, с этой. Также вот в этом шкафу такие же ПДУхи стоят. Ну и вот здесь вот их прям совсем много. Потому что здесь много потребителей. Их тут прям вот совсем 4 штуки. Вот, собственно, что мы тут недавно на днях и делали. Мы вот сюда в новогодние праздники добавили еще один ИБПшник. Вот он. Соответственно, понимаете, что мы здесь увеличили емкость, мощность и тому подобное. Короче, жрет он совсем чуть-чуть. Всего 750 Вт. Здесь потребление примерно чуть побольше. Где-то около киловатта. И мы разбалансировали все вот по этим СХДшкам. То есть эти СХДшки у нас теперь могут больше часа работать. Раньше у нас такого не было. Теперь СХДшки могут работать примерно около часа в автономном режиме. Если здесь вдруг везде отключится электричество, мы спокойно сможем отключить сервера. Значит, дальше. Здесь вот в этом шкафу у нас тоже есть два ИБПшника. Это все 5000-е PC. И здесь у нас вот на этом есть блок батарей. Здесь четыре ТВЭЛа, четыре набора аккумуляторов. И он у нас вот через такой вот силовой разъем, вот через такой силовой разъем запитан. Есть у нас про это видео на канале. Потом, как мы устанавливаем эти ИБПшники. Что, как и куда идет. Соответственно, здесь что? Здесь такая же история. Здесь у нас точно так же два ТС-ника. На них подключены в основном все сервера от кластера виртуальных машин. Вот эти вот 10 нот. А вот эти вот 160-ки на него запитаны. Что тут еще, по-моему, вот этот мафончик на него запитан. Сервер резервного копирования. Вот. Вот так вот выглядит батарейный блок. Здесь тоже есть два ТС-ника. Тоже они, вот эти вот все одноюнитовые простые сервера, снабжают электропитанием. Точно так же все подключено. Значит, что у нас произошло в выходные? Начало сыпаться огромное количество сообщений. То, что один бесперебойник перегружен, а второй выключается. То есть он поработал какой-то там, что-то, по-моему, 15-20 минут на батарейке и вырубился. Я прихожу сегодня утром, включаю и вижу такую картину. В результате, значит, выяснилось, что полезли, я думаю, что нет питания. Полезли здесь вот под вот этим, под плиткой, там у нас вот этот вот разъем с розеткой силовой. Я полез, контролькой потыкал, фазы нету, думаю, но надо искать. Пошли в щиток и выяснили, что какие-то дебилы местные здесь тянули куда-то в какое-то помещение кабель. И получилось так, что, видимо, его некачественно собрали. И этот узел вот от большого силового рубильника, от фазы, просто вывалился из автомата. А этот автомат, помимо этого, еще снабжает через соплю соседний. То есть там где-то еще что-то отключилось. В общем, получилось так, что, короче, отключился у нас эта фаза, и БПшник просто вырубился. И вчера, большую часть дня, всю ночь, утром, у нас все работало на одном бесперебойнике. По-моему, с превышением в 100, по-моему, 15 или 20 процентов он работал. Короче, он перешел просто в байпас режим из-за онлайна и работал просто на сквозняк. И если бы вдруг что-то вырубилось, у нас бы тут вообще все отрубилось. То есть я, в общем, отрубил 3 или 4 сервера, чтобы ему как-то полегче было. Он там на 93% нагрузки со вчерашнего вечера до сегодняшнего дня, момента, как мы решили этот вопрос с автоматом в щитовой. работал, ну, практически на перегрузке. В общем, вот так вот у нас все организовано здесь с питанием в серверный, в электрощитовую. Я не пойду там закрыто, нужно идти далеко за ключом. Такой вот вывод. Никого, никогда из посторонних электриков или еще кого-то не пускайте себе в электрощитовую. Обязательно старайтесь все сами держать под контролем. Либо вообще небольшой щиток желательно бы в принципе иметь у себя в серверный. То есть, вам кинули ввод какой-нибудь там 10 квадратов, 3 фазы. Вы их как-нибудь внутри здесь раскидали через какой-то внутренний щиток. То есть, по-хорошему, надо электрораспределительный щиток иметь уже у вас в серверный. А не как у нас вот тут. С одного щитка там 4 конца у нас вброшено. С другого щитка 6 концов вброшено. Хорошо они хотя бы местами подписаны. И я побежал просто контролькой проверять каждый автомат, который у нас сюда заведен. Хорошо, что я выяснил и нашел. Пришел электрик местный. И быстренько это все в течение там буквально 50 минут устранил. И у нас, в общем, все взлетело. Хорошо, что есть мониторинг, который начал нам слать уведомления по почте о том, что у нас проблемы с питанием. И я, собственно, уже... У меня был какой-то предварительный диагноз, что надо делать, куда, в какую сторону копать, чтобы всю эту ситуацию по-быстрому решить. Вот, остались какие-то вопросы? Обязательно задавайте их в комментариях. Я еще никак не могу вылечить горло до конца, поэтому говорю немножко с надрывом. Задавайте, в общем, комментарии. Вопросы в комментариях. Пишите все, что вы об этом думаете. Пишите, может быть, как у вас электропитание в серверной организовано. Увидимся с вами в продолжении блогика в следующем видео. Всем успехов! Всем пока!